Каждый раз, когда вы перекашиваетесь, ваше тело начинает специально прикладывать особые усилия, чтобы не упасть. Гравитация никуда не денется, она будет действовать медленно, и мы можем наблюдать те эффекты, которые скажутся через 10-20 лет. Мы работаем на глубоком уровне, чтобы те проблемы, которые потенциально могут возникнуть, вообще не возникли. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Чернонок, автор и создатель школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы с вами поговорим о перекосах в позвоночнике. Нам сегодня повезло, у нас очень показательная модель. Мы будем исследовать нашу модель и смотреть, какие у него есть перекосы и к чему эти перекосы приведут в будущем. Какие драматические и страшные изменения в его жизни произойдут с ним, если он ничего не предпримет по поводу своего перекоса. Я хочу до вас донести, что перекос – это безумно проблемная история. Каждый раз, когда вы перекашиваетесь, ваше тело начинает специально прикладывать особые усилия, чтобы не упасть. Это тратит большое количество психических и физических сил, чтобы поддерживать себя от падения. Кроме того, это приводит к защемлению нервов, к смещению органов. Органы начинают иначе работать. Человек в некой фиксированной позиции начинает испытывать эмоции, которые характерны для этой позиции. И, к сожалению, это не всегда самые лучшие эмоции. Как правило, так себе эмоции. Поэтому человек, во-первых, здорово обкрадывает себя в постоянной жизни, своей настоящей. Во-вторых, человек лишает себя многих перспектив. Человеческое тело способно на огромные свершения. И при этом у нас, как правило, нет сил на эти свершения. В силу того, что наше тело недостаточно хорошо настроено и недостаточно здорово. Давайте посмотрим, как перекошено тело нашей модели. Уже сейчас вы можете оценить это невооруженным взглядом. Первая вещь – это уши. Основание затылочных костей. Опять же видно, что довольно существенный перекос. Вторая история – это положение плеч. Смотрим на положение подвздошных костей. Смотрим на положение большого вертела бедренной кости. В-третьих, смотрим на положение коленных чашечек. Также посмотрите на состояние медиальных лодыжек. Там разница не очень большая, но она все равно существует. И она по-настоящему важна, потому что речь идет про высоту свода стопы. Что для нас будет самым интересным по положению сбоку? Во-первых, все отчетливо могут видеть седьмой шейный позвонок. Голова вынесена вперед, и в силу того, что эту голову необходимо удерживать, тело выращивает здесь специальный мышечный конструкт, который природой не предусмотрен и будет зажимать кровообращение мозговое. Во-вторых, положение живота. Живот, очевидно, вываливается. Это связано не с тем, что есть проблемы по пищеварению, а с тем, что спину, которая заваливается назад, необходимо чем-то уравновешивать. И важно обратить внимание на положение руки. Рука вынесена из нейтрального положения вперед. Это сделано для того, чтобы уравновесить корпус, который заваливается назад. Стоит обратить особое внимание на положение коленей и на положение стоп. Дело в том, что наша модель полагает, что она стоит ровно боком по отношению к камере. При этом стоит обратить внимание на то, что правая нога вынесена чуть-чуть вперед. Это приводит к ротации левой ноги наружу. Это связано как раз с положением таза. Если мы посмотрим со спины, то мы обнаружим еще более отчетливое и зримое положение правого плеча. Мы обнаружим положение головы, которое уходит в правую сторону. Мы обнаружим вот здесь совершенно отчетливый перекос по тазу. Мы видим, что вся правая сторона поднята вверх, а левая сторона несколько опущена вниз. Таким образом, невозможно говорить о каком-то одном месте и необходимо работать со всем организмом. У нас в запасе есть очень показательный тест, который нам отображает подлинное состояние пациента. Давайте посмотрим, каким образом тело модели реагирует на физическую нагрузку, приложенную к темени. Мы видим, что, во-первых, вываливается грудной отдел, мы видим, что реагирует гибко колени, мы видим, что нестабилен таз, и более того, происходят изменения в боковом направлении. Мы должны отчетливо понимать, что нагрузка, которую мы прикладываем, это нагрузка, с которой пациент сталкивается в своей повседневной жизни. Гравитация никуда не денется, она будет действовать медленно, и мы можем наблюдать те эффекты, которые скажутся через 10-20 лет. Давайте посмотрим, насколько такое поведение тела характерно для каждого человека. И вот мы прикладываем ту же самую нагрузку к менеджеру нашего канала и обнаруживаем, что тело практически нигде не вываливается. Это проявляется прежде всего в том, что данная модель устойчива по телу. Во-вторых, это приводит к тому, что продюсер нашего канала уверенный, спокойный человек, у которого хорошо заземленное тело, и формируется готовность встречать все нагрузки с прямой спиной. Давайте посмотрим, насколько тело пациента устойчиво в боковых направлениях. Толкаем в эту сторону, толкаем в противоположную сторону, и мы обнаруживаем, что толчок в эту сторону выводит нашего пациента из равновесия, то есть эта сторона нестабильна, она не в состоянии гибко реагировать на превходящую нагрузку. Любая нагрузка, связанная с тем, что наш пациент будет подскальзываться или кто-то его толкает в метро, потенциально травматична и приводит к переломам, растяжениям и, впрочем, неприятным историям. То же самое мы можем сказать про ТАСС. С одной стороны ТАСС вполне устойчив, с другой стороны наша модель падает. С этой стороны Человек теряет с разных сторон равновесие совершенно по-разному. Почему это важно? Мы постоянно в нашей жизни сталкиваемся с непредсказуемыми нагрузками, наше тело должно быть гармонично и стабилизировано по всем направлениям. Если в каком-то направлении мы неустойчивы, то это верный способ получить травму и заболеть. Ну и самое главное. Вот человек перекошен. Быть может, это не очень красиво выглядит, но и ради бога, казалось бы. Давайте поговорим о тех проблемах, которые возникнут у нашей модели через некоторое время. Во-первых, шея с левой стороны гораздо более зажата, чем шея с правой стороны. Чем это чревато? Это чревато зажимом плечевого сплетения. Таким образом, рука будет, левая рука будет плохо иннервирована. И таким образом, в левую руку пойдет гораздо меньше крови, и венозный отток будет также нарушен. Это будет приводить к онемению, это будет приводить к неспособности выполнять действия левой рукой. Это довольно неприятные процессы. Это холодеющие рути, это немеющие рути, это рути, которые не имеют достаточной силы. Левая сторона по зажиму межлесечного пространства находится в зоне риска. Вторая история связана с тем, что, опять же, зажатое межлесечное пространство будет избыточно нагружать желудок. Существует проблема грыжи диафрагмального отверстия, и она очень часто следует из-за того, что нервы, которые выходят из шеи, не доходят, не могут послать правильного сигнала на диафрагму. Как следствие, диафрагма зажимает пищевод, и это приводит к проблемам по желудку, довольно существенным, таким как язва, эрозия пищевода, заброс желудочного сока в легкие, постоянные бронхиты, кашля, аллергические реакции. Очень неприятная история. Состояние по тазу ключевым образом влияет на репродуктивную систему и на состояние нижних конечностей. Мы можем видеть, что в нашей модели специфический сосудистый рисунок по ногам, ноги синюшные. Это связано с тем, что не существует нормального коробращения по нижним конечностям. Это связано с тем, что есть перекос по тазу. Это связано с тем, что уже сейчас реализована грыжа по L5-S1. Наша модель молода и, в принципе, здорова. Сейчас у тела существуют ресурсы, чтобы компенсировать те проблемы, которые есть сейчас по телу объективно. То есть, по самочувствию наш пациент чувствует себя в целом очень неплохо. При этом надо понимать, что каждый следующий год будет забирать у него часть сил, и самочувствие будет ухудшаться. Уже сейчас необходимо срочно заниматься здоровьем для того, чтобы прожить дольше или для того, чтобы это была полноценная нормальная жизнь. Через 10 лет будет гораздо меньше сил, будет гораздо больше боли и способность тела совершать физическую нагрузку, совершать интеллектуальные усилия, быть стабильным, устойчивым, счастливым человеком гораздо снизится по сравнению с нормой. Человека перекосит, и у него будет масса болезненных точек. Следует понимать, что работа с этим пациентом будет разделена на несколько стадий. Во-первых, существует главная доминирующая проблема – это грыжа L5-S1. До тех пор, пока мы не стабилизируем L5-S1, невозможно говорить о глобальной работе. Мы разбираем, как работать с L5-S1 в нашем курсе «Дорогостоящий массаж». Кроме того, у данного пациента есть проблемы с сосудами, существуют проблемы с балансом жидкости в теле, необходимо работать с телом целиком и реабилитировать тело для того, чтобы оно было готово к дальнейшей, более структурной и долгосрочной работе. Ссылочка на мастер-класс по «Дорогостоящему массажу» в описании к этому видео. Следующим этапом будет выстроение симметрии в тело. Дело в том, что каждый раз, когда тело перекошено, какие-то структуры не дорабатывают, какие-то находятся в спазме. Чтобы выстроить тело симметрично и линейно, я вам настоятельно рекомендую наш курс по силовым линиям. Опять же, ссылочка в описании к этому видео. Кроме того, для того, чтобы оценить, насколько ваша работа эффективна, насколько долго она продержится, у нас существует отдельное направление – это кинезиология. Мы смотрим на то, как изменился человек и тестируем его. И насколько те изменения, которые мы получили, и наблюдаем глазами, впитались в структуру человека, в структуру его личности. Ссылка на курс по кинезиологии также в описании. Таким образом, мы сначала прорабатываем актуальные задачи с человеком, потом мы выстраиваем его симметричным образом, потом мы работаем на глубоком уровне, чтобы те проблемы, которые потенциально могут возникнуть, вообще не возникли. Я вас уверяю, что эти проблемы при должном подходе могут быть разрешены. Потребуется порядка двух месяцев, чтобы реабилитировать нашего пациента так, чтобы он начал чувствовать себя хорошо. Потребуется порядка двух месяцев для того, чтобы выстроить симметричное тело. И потребуется порядка двух месяцев для того, чтобы выстроить это тело таким образом, чтобы в будущем проблемы не возникли. Таким образом, за полгода вы в состоянии привести человека из состояния человека, который развалится через некоторое время, в состояние человека, который в состоянии справляться с довольно большими и сложными нагрузками, которые предъявляет ему жизнь. Если мы смотрим на людей, которые маются своим здоровьем годами и десятилетиями, то мы понимаем, что полгода – это вполне разумный период. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вы узнали что-то полезное и информативное для себя. Подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Кроме того, напишите в комментариях, насколько для вас было интересно и полезно то, что вы наблюдали, насколько вы обнаруживаете подобные проблемы у себя или у своих близких, возможно, у пациентов. Напишите про свой опыт излечения в таких сложных ситуациях. А с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель школы векторного массажа и соматики и одноименного канала, канала, где мы учим вас делать массаж, учим вас разбираться в собственном здоровье и зарабатывать на этом достойные деньги. До новых встреч, друзья! До свидания!